ребята всем привет привет от пропавшей меня как обычно я начну с самого главного я начну именно с того для чего я записываю этот влог друзья мне нужна ваша помощь мне очень нужна ваша помощь и это правда очень срочно как вы знаете у нас в семье так принято спасать собак кошек и всяких животных и собственно в этот раз я вас прошу о помощи именно касаемо этого вопроса посмотрите просто в глаза вот этому маленькому чудику я по-другому его назвать не могу ровно в тот день когда мы старые завернулись из грузии заходя домой приехал вместе с нами домой мы все вместе заходим в квартиру и вместе с нами в квартиру заходит вот это вот это маленькое это что-то он просто зашел к нам в квартиру его кто-то видимо запустил в подъезд в те дни было еще холодно то есть было так по зимнему такая погода зимняя какая-то короче говоря его кто-то запустил в подъезд но в квартиру запускать не стал никто кроме нас естественно не сказать что мы его запустили он сама запустился короче говоря этот маленький шалопай я не могу назвать другим словом и его называем кексик условное имя у него кексик но этот кексик короче говоря у нас уже блин месяц ребят месяц живет очень классный пес он просто очень прикольный ему 6 месяцев около того мы раньше думали что он поменьше по возрасту потому что он габаритами не очень большой но потом отвезли его к ветеринару и там по состоянию его зубов клыков в общем они поняли что ему ему около шести месяцев на данный момент в общем дело было как как только он к нам попал домой он хромал то есть даже не то что хромал он заднюю лапу вообще не ставил абсолютно не ставил на пол то есть скакал на трех естественно мы не могли его оставить таком таком состоянии дабы отвез к ветеринару ветеринар сделал ему рентген на рентгене там было все прям плохо у него порваны связки были что-то там короче поврежденная нога и сказали что нужна очень дорогая операция мы уже думали где собирать на нее деньги потому что мы конечно благодетели и всякое такое но как бы направо налево большими суммами раскидываться мы не можем себе позволить короче мы уже планировали как мы будем делать сбор среди друзей и знакомых на операцию и на последующую реабилитацию но чудо действенное питание хорошими продуктами и содержание в домашних теплых условиях сделала свое дело скажем так прошло буквально по моему то ли полторы то ли две недели после того как он к нам попал собственно дав его снова отвез к ветеринару и о чудо нога начала срастаться я уже заметила сама я тоже даву сказала что он начал периодически как бы ставить ногу и вроде как там он идет на поправку без всяких моему лекарстве ничего не давали то есть касаемо именно лапы прошло еще какое-то время в общем мы отвезли его к ветеринару и оказалось что нога в порядке сейчас он тут носится ребята просто как ужаленный в одно место у меня просьба какая к вам друзья я знаю что многие меня смотрят из еревана я знаю что у многих просто родственники в ереване и я знаю что у меня на меня подписано то комьюнити которая абсолютно неравнодушно к животным к страданию животных и всякому такому друзья кому нужна собака пожалуйста заберите его от нас я больше не могу честно он мне уже крови попил достаточно потому что он классный он энергичный он очень ласково он постоянно хочет чтобы его тискали и он абсолютно не агрессивный мы его сейчас приучаем писать делать свои дела на улице потому что он дома это все дело естественно маленький был не понимал сейчас мы начали его уже и выгуливать потому что лапа у него поправилась короче говоря он уже частично приучен даже делать это все дело не дома но я не могу у меня ребенок ребята и еще одна собака мне вообще не до 2 собаки его оставлять нам не вариант потому что такие моменты что условно мы когда там путешествуем или когда вот в америку мы ездили например на месяц да мы каспер естественно с собой не возим мы его оставляем у родственников мы не можем оставлять у родственников итоге две собаки одна собака не очень удобно просить чтобы люди за ним там его выгуливали кормили это причем при условии что каспер абсолютно не проблемный пес он прям максимально очень не доставлять неудобств это маленькое чудо естественно будет доставлять неудобства и вообще ну как бы я никогда не хотела двух собак ни одной достаточно если бы мы еще жили в огромном доме возможно но мы живем в квартире и короче ребят нет у меня никакого сейчас на никакой мотивации его оставлять поэтому друзья пожалуйста поделитесь этим видео с теми кто возможно заинтересуется может знаете какие-то организации если вы знаете организации веревания мы им всем уже написали абсолютно во всех группах везде все написали всех спросили никто пока что не откликнулся пожалуйста друзья помогите я вас прошу помогите нам его куда-нибудь пристроить очень классный пес на улице мы его не можем естественно уже отдать потому что он уже привык к дому и короче нам нужно найти дом для этого маленького вот этого маленького пожалуйста пожалуйста ребята поделитесь этим видео либо в комментариях можно пишите какие-то идеи куда его можно пристроить или я не знаю короче говоря мне нужна ваша помощь потому что но он уже у нас месяц но дольше выдержать а невозможно уже все сил спасибо 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 давай смойся как мы легче сахмалов много вот не спрашиваешь молодец мы лависиками лава чистая чай 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 камаз И вот это «колод, и то. Он определённый пол и приходит. 觉ов, дерево Julia она не высыкает Он примерно хороший пол. Я рядом. У нас вот это будет. Да, нашегоика так давно это будет превышать Это очень вкусно Да, это нужно Что? Давай, давай Давай Давай, давай 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 Я не знаю, что я не знаю. Узбушки с их передоступны. На кресле? Наверное. Красавец. Физги? Не поискам. Узбушки. Узбуши во все эти. Узбушки. Не поискам. Узбушки. Вам не поискам. Даня пока подъедает крошки. Вот что у нас получилось. Естественно, тесто было очень жидкое и все внутреннее оно стекло на нижний ярус. Но это все равно вкусно. Даня. У Даня пока сейчас сразу видно, что он готовил вместе со мной. Ушади? Хамова, Даня? Хам. Ха-ха-ха. Волоком. Лав то Ами, Даня. Лав то Ами. Мы выразим, мы выразим. Ха, ангелский? Маленький актер. Маленький актер. Актер. Терасен. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Кидо есть та ничего хамов? Вот и в дуэс патрасте. В дуэс патрасте. В дуэс патрасте. В дуэс патрасте. У мамы и ног сумеешь, че? Портрет сделал. Покси… Стаки Thified. Че? Поехали,usu voltar на кузере. Р Dead intact. И соскар мен,я прит Red Ivoke. итак ребята как вы видели у нас здание тут один повышенной активности с ним испекли кекс кстати нормальный неплохой там правда по рецепту было 350 грамм муки 100 грамм заменила на миндальную муку и он из-за этого вкуснее получился андер такие кровати в ракоптеру расскажите а как происходит день происходит развлечение точнее с девочками с детьми девочками потому что с пацанами конечно вы видели это либо супермена либо какой-то бой либо еще какие-то там с машинами что-то мы друг другу какие-то аварии устраиваем в общем достаточно интересно это все проходит ребята еще тут у меня видео с болтовнёй какой-то а что у нас с грузинами вообще ребята кто не в курсе зайдите мой первый влог из грузии там всего два в первый из них он достаточно распространился просто почитайте пожалуйста комментарии я немножечко в шоке я я первое время там все эти комментарии скринила думала даже выложить вот так вот поочередно все эти комментарии посмеяться по отвечать а потом что их стало так много думаю блин а стоит ли на это тратить время я если честно немножечко в шоке говоря немножечко я так нормально подофигела от количества вот этого всего кому интересно зайдите просто почитайте что там пишут вообще про нас наши соседи блин я конечно не знаю там соседи конечно не только про нас некоторые ошибочно принимали нас три раза за русских некоторые понимали что мы армяне но вообще немножко удивилась количество вот этого всего необычного скажем так необычных комментариев вообще как вы считаете нормально пожалуйста скрыть свое мнение я мороза раз а метр пандам с да не на художество из садика как-то сегодня принес так вот они периодически рисуют всем привет ребята у нас наступил следующий день неливане дождь просто дождь ну такой мелкий но прохладно видимо пара изо рта короче ребят я отвела дани в сад я накормила собак и сейчас я иду так я иду главное не пройти иду на стретчинг стретч на растяжку новомодно звучит стретчинг но я иду просто на растяжку иду я в студию к мэри кто помнит мою мэри мы с ней снимали обзоры десертов вы ее не видели но слышали она работает вообще в студии там у них йога там у них вот стретчинг собственно и также балет для детей это так мило ребят маленькие такие малышки в этих пачках тренируется очень мило короче говоря я иду туда сейчас вам покажу эту студию там милота начиная от розовой двери и заканчивая всякими другими штучками так ребят это наши тут вот наша я тут вообще не работаю это прихожая все ребята уже ушли мы от занимались я решила вам снять саму студию ну конечно наши занятия снимать не стала там куча людей просто посмотрите на эту милоту извините за мой ужасный голос здесь их будущая балерина здесь то же самое здесь малышки всякие штучки очень классное оформление там комната для персонала чаек кофеек здесь вот сам зал вот такой здесь вот станок и собственно название мармин кто не знает мармин по-армянски это тело тут последняя буква н армянская написано очень классно логотип обожаю тут вот так все мило здесь тоже стульчик с балериной здесь раздевалка я не буду показывать эти вещи короче говоря ребят если у вас кстати есть малышка либо вы просто хотите заниматься йога стретчингом ереванья блин классом самом центре находится у каскада тут еще новогодние мэри с ними новогодние уже эти штуки свои мэри я знаю что будешь смотреть точно короче говоря ребята занавесочки войск обожаю это все очень тут мило классно уютно и по-домашнему так что если вы чем-то хотите таким заняться пишите я оставлю instagram админ спейса в описании а Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, как вы поняли, я уже дома, я уже надела передник, это означает, что мне нужно готовить. Готовить мне нужно заказ, у меня маленький заказ на 8 марта для знакомой. Я сейчас ничего не выкладываю на свою макаронную страничку, поэтому заказов у меня мало, мне заказывают только друзья. Почему я не выкладываю? Ответьте на этот вопрос. Я не знаю, почему я не выкладываю, у меня просто какая-то омега-апатия. Я себя еле вывела из какого-то супердепрессивного состояния, я как обычно жалуюсь на свою депрессию какую-то. Не знаю, ребят, что случилось, я заболела, когда мы только приехали из Грузии, я заболела сильно, причем у меня была какая-то дичайшая температура и все, больше ничего, никаких больше симптомов. Я не знаю, возможно, это был какой-то ковид, потому что после этой болезни я провалилась в какую-то депрессию, прям нешуточную. То есть не так, что у меня просто не было настроения. Я буквально не могла себя ототратить в кровати. Я еле на последнем издыхании делала какие-то свои, исполняла обязанности, готовила еду, да, не проводила время, но если бы этого не было, я бы просто лежала, не вставая. Вот честно говорю, у меня прям ужасное какое-то состояние было. Я сейчас только-только начинаю с него выходить, кое-как заставляю себя, спорт в этом помогает. То есть когда ты находишься в таком состоянии, ты понимаешь, что занимаясь этим спортом, тебе было бы легче и даже лучше физически и морально. Но невозможно, просто невозможно. Это легко сказать, просто встань и делай. Да, ты это всё понимаешь головой, но ты не можешь, просто умеешь и всё. У меня именно так и было. Сейчас я опять вливаюсь в какую-то жизнь, сделаю пару заказов. Сейчас, после этого мне надо ещё приготовить еды, ещё убраться, потому что с утра я не убралась, я сразу же проснулась, отвела до них в сад и пошла на тренировку. Тренировка, кстати, просто класс, господи, стретчинг. Это то, что нужно реально. Вот никакой тренажёр с этим не сравнится, я себя чувствую, прям такая лёгкость в теле, если честно. После тренажёра обычно бессилие ощущаешь, ну приятное такое бессилие, а тут наоборот, энергию как-то прибавлять, и тело такое лёгкое. Короче, пойду тратить накопленную энергию, пойду её тратить на дела. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Амин, я громкость, а вы же не підвожу. Это он, я громкость. Субтитры подогнал «Симон» Это у нас внутри, он не agreed, это у нас. Субтитры подогнал «Симон» И он неenga. Ну, дай, посмотрим. Нет, смешник. Дэн Дэн, дэлла, афрад дедикатия Как сэсэль мазарит Парага мазарит Дэн 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 Парага мазарит Дэн 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 Дэ... В общем, ребята, у нас уже наступил вечер Да, сегодня погулял в здании Я сегодня была максимально свободна Успела испечь еще одну партию Макарон Короче, у меня просто нету сил, если честно Я устала, у нас еще погода такая Только что шел град Где-то там шел снег, я насколько знаю Вблизи Еребана В общем-то говоря, ребята, напомню Пожалуйста, если у вас есть какие-то контакты Если у вас есть вообще желание какое-то Завести себе собаку Пожалуйста, напишите мне в инстаграм Ссылку на свой инстаграм я оставлю в описании Всем спасибо за просмотр Спасибо за лайки и за комментарии И всем до скорой встречи Всем пока